Всем привет! Сегодня у меня анбоксинг. Анбоксинг от Raccoon Knives, а точнее быть от их суббренда A Raccoon. Вообще на самом деле интересный такой бренд это без преувеличения семейное предприятие. Это Митя Кочнев и его супруга. Занимаются двумя сразу брендами, причем занимаются по-серьезки. Вот у них есть Raccoon Knives. У меня был на обзоре, у меня был в пользовании. Мне Саша Азнам дарил нож. Назывался он Yeti. У Raccoon Knives есть особенность. Они делают очень интересный монтаж клинка, что это такой, как у Фила Уилсона. Короче, идет клинок, потом G10, он закрывает и такое ощущение, что монтаж с одной. На самом деле там почти фуллтанг. И вот сейчас есть суббренд, который называется A Raccoon. И он отличается тем, что там фрезерованные рукоятки на ЧПУ и в том, что это фуллтанги. На самом деле, вот такой вот логотип у Raccoon. С Raccoon я еще не знаком. Плюс вот здесь вот есть еще какой-то мешочек с чем-то. Открываю сегодня все District 9 Ice. Классный ножик такой. Так, это у нас... О, короче, это у Raccoon Knife новинка такая. Это досточка для правки, что сюда можно нанести пасту, причем она такая, как будто бы даже... Нет, показалось, что как будто даже с пастой. И править на этом ножик. При этом вот такой вот чехол, симпатичный, очень приятная штуковина. Скажу честно, я бы хотел, чтобы с обратной стороны вот здесь была ровная поверхность, тоже отшлифованная от рубанка, ну, как бы обработанная. Для того, что, допустим, я не очень люблю править на коже, потому что это нужно быть супер мастером, чтобы не завалить кромку. А вот на ровной деревяшке, особенно если сюда приклеить, я не знаю, там кусочек бумаги, вот обычный принтерный, или прямо на эту деревяшку, как на какой-то притир, нанести пасту и править на ней, вот прям самое милое дело. Но штука прикольная такая. Я не знаю, она идет ко всем ножам или нет. Аракун, настоящие рабочие ножи. Коробочка. Радует, что сразу есть паракорд, который расскажу, как можно применять. Вот такая вот, короче, красота яркая. Называется нож Янари. Да, и он вот такой совсем небольшой, при всем при этом это такой танто с долом, при всем при этом фулл танк и еще и стамеска. Вот это, конечно, класс. Причем он реально заточен, как стамеска. Он у нас за пескоструин и за стоунвошин. Очень неплохо заточен. Сталька здесь D2. Обязательно сделаем отдельное видео. И затестим. Ну, слушайте, ну, обработка очень приятная у рукояти. Я понимаю, что эта камера не передает. Сам ножик такой прикольный. И у него есть интересный момент. Он вот здесь раз, вот здесь вот вершина, и от нее клин вот так вот опущен вниз. Это тоже на самом деле интересно. Это знаете, как это? НДК, НДК-17, да, по-моему, есть. Вот. Относительно ножен. Ножный тоже тут сам... Я даже не уверен, наверное, что это Кайдекс. Что это, наверное, больше похоже на АБС-пластик. Вот. И вот этот паракорд, его, во-первых, можно использовать для того, чтобы привязать темлячок. А можно его пропустить здесь и использовать как подвес. А можно его привязать и носить это дело на шее. Штука прикольная на самом деле. Мне очень нравится, когда на ножнах вот все продумано. И вот такие вот есть классные штуки, что можно ножны вот так сбрасывать. Ну и вот вы видите, да, как вот рукоятка чуть опущена. Очень приятный такой небольшой ножичек. Супер. Вот. Ножны еще новые кое-где еще снимают стружечку, подтирают. Но это все не на кромке, нигде тут ничего нету. Вот. По поводу ярких цветов рукояти, светлых. Это не момент конкретно у енотов, а это, в принципе, особенность всего светлого G10, что на нем очень сильно остаются следы. Вот здесь, допустим, остаются следы от ножен. Да, и, ну, ничего ты с этим не сделаешь, нужно просто смириться. Да, и красивый оранжевый G10 тоже. Он один из самых марких, он очень сильно пачкается. Вот. Поэтому это нужно учитывать. Штуковина классная. Обязательно сделаем детальный обзор и потестируем. Мне очень интересно, как ведет себя стамеска, чизел, да. Как она себя будет вести, в принципе, на, ну, не знаю, там, на дереве. Как она себя будет вести на продуктах. В общем, очень все интересно. Субтитры сделал DimaTorzok